Упая ретрит Это способ изменить себя, изменить свою жизнь. Наша жизнь есть отражение нашей кармы. И если мы хотим изменить что-то в своей жизни, мы должны изменить свою карму. Карма – причина, жизнь – следствие. Все хотят быть, как я всегда говорю, счастливыми, здоровыми, богатыми, худыми и жить вечно. Или во всяком случае не умереть завтра. И ни у кого не получается. Не получается потому, что хотеть, как говорят в народе, не вредно. Хотеть – это мало. Чтобы произошли изменения в жизни, нужно изменить карму. Вот для этого и существуют Упая. Их очень много. Многие из разных видов. Но все они группируются в три категории. Это йогические Упая. Это йогические Упая. И это тантрические Упая. Все они будут у нас здесь на Ведрите. Все будут представлены. Упая – это реальный механизм, с помощью которого вы можете произвести реальные, невоображаемые, а реальные изменения в своей жизни. Понимаете, что интересно? Что все, что я вам здесь рассказываю, я на самом деле даю вам и на лекциях о категорических Упаях, и на ведических Хомах, которые являются на самом деле ведическим Упаям. Это практический метод. Веришь ты в это, не веришь – это не имеет никакого значения. Это не имеет значения, верим мы в силу тяжести или не верим. Это не имеет значения. Это объективная реальность. То же самое и здесь. Это объективная реальность. Бери, делай, и сам увидишь, как это работает. Это практические методы. Все, что здесь будет происходить – это практические методы. Найте, берите, делайте, и тут же вы увидите, как это работает. У многих людей представление о йоге – санаатана, дхарме, потому что ведическая, йогическая и тантрическая традиции вместе называются санаатана, дхарма. Санаатана в природе санкрита означает вечное, неразрушимое. Это самодостаточное и так далее. Дхарма. Все знают, что такое дхарма. Вот все ведические, йогические, тантрические науки вместе взятые называются санаатана, дхарма. И у многих людей очень неправильное представление о том, что санаатана, дхарма – это что-то такое непонятное, такое-то эфемерное и так далее, и так далее. Нет, это реальная наука, которая работает со всеми тремя телами человека, и с физическим телом его, с тхула-шаряра, и с тонким телом его, сукшма-шаряра, и с причинным телом, карма-шаряра. И на всех этих трех уровнях она работает совершенно реально и практически, потому что даже на духовном уровне надо что-то реальное и практическое делать, потому что многие люди духовность понимают как просто болтавлю на кухне о чем-то таком паранормальном. Нет, это не духовность, это шизофрения. Духовность – это когда человек делает что-то реальное для своего сознания, для того, чтобы изменить свою карму, потому что без изменения кармы ничего не произойдет. От болтавни ничего не выйдет. Везде должны быть практические шаги сделаны, даже на духовном уровне. А там, кстати, это гораздо более практические, чем на физическом плане, потому что там все намного важнее. Все очень серьезно. И если вы это будете делать, вот это будет реальным вкладом в изменение вашего сознания, изменение кармы, и это приведет к реальным изменениям в жизни. Так я видел это десятки тысяч раз в своей практике. Десятки тысяч, не тысячи, десятки тысяч. Ну, кто работает, тот получает результат, кто ничего не делает, естественно, ничего не получит. Кто делал чуть-чуть, получит чуть-чуть. Как всегда, и во всем. Но я хочу, чтобы вы поняли одну очень важную вещь. Что санатанадхарма – это практическая вещь. Это не болтавня. Это не разговоры о ни о чем. Это реальные действия. Потому что только из реальных действий образуется карма. Только из реальных действий. От мечтаний, от размышлений, от фантазий ничего не образуется, кроме галлюцинации. А вот реальные изменения происходят в результате реальных действий. И все действия человека, все без исключения, приводят к образованию кармы до определенного уровня. Продолжение следует...